сергей добрый день ну вот он присутствует спасибо хорошо спасибо хорошо ну вот данный момент на данный момент можно вести видеозапись что будет дальше пока не могу сказать ты готов но пока нет понятно ладно серии ладно сергей хорошо просто мы тебя не будем видеть в ходе следа заседания потому что экран не работает поэтому вот нас пустили заранее просто с тобой пообщаться она здесь она просто ну на другой стороне я не знаю там потом адвокаты а будет а ну ты увидишь его позднее немножко ладно сергей все туда я подумал а то пожелание что ты себя в руках держал в руках себя в руках держал да технические возможности мы имеем такой у него имеется виде камера ведет нет данный момент идет столько аудиозапись но это мы не можем указать корреспонденту вести ему аудиозаписи нет ну технические возможности я еще раз говорю мы не можем указать дать указание корреспонденту вести видеозаписи у меня нет никаких возражений если хотите можно спасибо чтобы всем был понятен существо осужден по части 1 ст. 318 Уголовного кодекса России к 2 годам лишения свободы, по части 1 ст. 319 Уголовного кодекса России к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты на год государства. В соответствии с частью 2 ст. 69 Уголовного кодекса России по свободности преступлений путем подвращения менее строгого наказания и более строгим окончательно сергирования начинок на годы решения свободы, исправительной колумбой строгого решения по делу решения вопроса вещественных доказательств. При подробно изложенных в приговоре суда от статистика гречен призванный виновным и осужден за публичное оскорбление представителя власти при исполнении их служебных обязанностей, в связи с их исполнением, а также при запременении насильника опасного для жизни и здорового отношения представителя власти в связи с исполнением их своих служебных обязанностей. Оба преступления совершены 23 марта 2015 года в селе Лобаново Перского района Перского края и уже непосредственно в области первые судья. В заседании гречен признал свою вину в совершении преступления предусмотренной частью 1 статьи 319 главного кода Сарасиния вину признал. В апелляционной жалобе в обширных дополнениях к ней сужденный гречен оспаривает законность всего суждения по части 1 статьи 318 ввиду несоответствия изложенных в приговоре многих суда фактическим обстоятельством дела существенного нарушения уголовно-процессуального законодательства, неправильного применения уголовного закона, нарушения судом принципа независимости и страстности правосудия, равноправия участников уголовных судов и взрослых состязательств. В основании своих доводов ссылается на новые конституции Российской Федерации международного права, уголовно-процессуального законодательства и уголовного закона и других законодательных и принциповных актов. Решение Конституционного суда Российской Федерации в положении ряда постановлений в ремнице в органах суда Российской Федерации также международных судебных органов утверждает об обвинительном уклоне, допущенном судом первой инстанции, неправильной оценки доказательств этого дела, обвиняя предвзятое отношение к нему со стороны должностных лиц органов предварительного расследования и факультуры. Суда первой инстанции в нарушении его права на защиту других процессуальных прав, связанных в том числе с возможностью надлежащего допроса им, потерпевших и свидетелей, заедлением им и его защитниками соответствующих податайств, ознакомлением со всеми имеющимися доказательствами. По его мнению, имеют место данные о фальсификации материалов по обвинению. Он в основании доводных жалобах переводит в свою версию произошедших событий, излагает содержание доказательств по делу, дает им свою оценку, ставит также вопрос о неправильном применении уголовного закона судом первой инстанции, указывает на нарушение судов установленных законом сроков разумного судопроизводства, сроков вручения уроки постановления приговора, ознакомления с протоколом судебно-седального нарушения председательствующего дела кодекса судейской рейтиски, связанных с тем, что председательствующим удовлетворил руку адаптисного продолжения рассмотрения дела по причине плохого состояния здоровья, проведение соответствующей судебно-медицинской экспертизы, которая могла бы подтвердить наличие у него тяжелых заболеваний, указывает также, что суд не дал оценку представления медицинскими документами, не обласит письмо, содержащую просьбу о проведении медицинского обследования, приводит доводы о недвижащем оказании необходимой медицинской помощи, о проведенном осмотре его лишь врачом-терапевтом, и участие врачей других медицинских специализаций. Утверждает о недопустимости реала доказательств по делу о нарушении права на защиту, связанных с тем, что он не был возвещен о месте и дате и времени судебного заседания суда первой инстанции, не мог подготовиться долгим образом к рассмотрению дела. В итоге просит переговор части его осуждения по части 1-й среди 318-й обвинить в администрационной жалобе о защите осужденного адвоката Высоцкая о сваре от вывода суда Гречина в совершении преступления по досмотрению части 1-й среди 318-й. По его мнению, суд в подтверждение тем, кто не обосновывал и заслался на показания потерпевших Мальцев и Федотова, оставив без внимания и должной оценки имеющейся в этих показаниях противоречиями, дал также надлежащую оценку другим доказательствам, часто указывающим на необходимость предъявленного Гречина в мнении указанной части. Полагает, что суд без должных оснований не признал смягчающим обстоятельствам противоправного предъявления самих потерпевших, которые при доставлении дежурной части полиции нанесли ее под защитным и телесным повреждением. Полагает также с учетом совокупности всех смягчающих обстоятельств наказание Гречина должно быть назначено с применением положения статистических десятчиков. в соответствии 73-й уголовного голоса России в подобном жалобе просит уголовного суда отменить вынести новое решение. В аппетитационной жалобе в защиту интереса посужденного адвокат Сухарева в своей подробной жалобе находит в уголовном суда незаконным непословом, изложенные днем выводы, несоответствующие фактическим действительным делам. Считая, что эти выводы не соответствуют, так, я уже повторяюсь, угасывая, допущенный судом первой станции нарушение уголовного процессуального законодательства, приводит содержание доказаний потерпевших, свидетелей, других доказательств по делу, дает им свою оценку. Полагает, что потерпевшие, являющиеся действующими сотрудниками полиции, своими противоправными действиями фактически спровоцировали гречи на действие которого, по ее утверждениям, отсутствует состав преступления, ставят вопросы о приобщении к материалам дела, непосредственное расследование, аудиозаписи и хода судебных заседаний Девского районного суда по делу Гречина, по разглашению восстановленного приговора, вызове в суд о реализационной санкции потерпевших свидетельств, по делу нового допроса и признания недопустимыми целого ряда отказательств по делу, просит приговор об отношении гречина и вынести в отношении него оправдателем приговор о заражениях на операционные жалобы государственного генитинга. ОФ находит приговор суда о законодательном основании и просит оставить его без изменения. Лесеним отмышением Сергея Ивановича, по-другому и жалобам, заели, обширинку по делу. Поделывайте, мы пока только вот этот вопрос поясняем. Мы еще сейчас будем... Ну, Ваша честь, я пришел заявить в годность на прекращение уголовного дела в связи с вынесением приговора на свальсифицированные доказательства. В частности, в новых дополнениях были направлены объяснения... Сергей Иванович, Сергей Иванович, давайте в порядке поступления. Заявленное ходатайство, возвращение об отмене приговора и возвращение дела на новую судебную разбирательность. Вы по нему высказались. Мы сейчас спрашиваем вас, поддерживаете ли доводы свои, изложенные в ваших жалобах, и жалобы своих защитников. Поддерживаете? Я их поддерживаю и хочу дополнительно в доводах жалобы приобщить к датальность на прекращение уголовного дела в связи с тем, что спонсифицировано данное объяснение сотрудникам. Понятно. Исследованы, осуществлены видеозаписи, конверт, в которых... Понятно, понятно. Ну, Сергей Иванович, давайте так. Для того, чтобы вынести это решение, надо приступить к исследованию доказательств по делу. Прежде чем приступить к исследованию доказательств по делу, надо разрешить заявленное прокурором Лялиным ходатайство об отмене приговора на управление его дела на новую судебную разбирательность. Все понятно? Доводы жалобы еще раз. Поддерживаете, да? Нет, Ваша честь в том, что сейчас дело вернут на новое рассмотрение. Они подчисят, оберты поменяют, диски поменяют. Сергей Иванович, мы должны это ходатайство разрешить в совещательной комнате. Все понятно? Подчистят или это, это уже другой вопрос. Присядьте, пожалуйста, защита. Доматериалов с поддержкой. Ваша честь и доводы, свои жалобы и доводы, изложения к жалобе. Мы доводы защитим на полность. Ваши коллеги, да? И ваши коллеги, конечно же, мои коллеги. И наши коллеги. Да, поддерживаем. Прошу жалоб. Понятно. Ну и прокурор, за ее радость. Пока никакого нарушения, с исключением тех доводов, я так понял. О нарушении права надзирания в высказанную позицию поддерживаю. Считаю, что в городе, скажем, в Минске, в соответствии с участием на нарушениям ул. Волгопрессионного законов, не имея доводы, это было изложено для технического жалоба. Считаю, согласно ул. Волгопрессионного кодекса, которые сейчас не так лежат, так как они действительно учительны в принятии нового рассмотрения. Судан первой инстанции. Поэтому непонятные позиции, положенные сторонами. И для разрешения на конец заявленного кодательства прокурором мы удаляемся к свече. Так, оглашаются вводные и результативные части операционного постановления 16 августа 2016 года Перского края, Перского края, 16 мая 2016 года. В отношении Гречина отменить уголовное дело в отношении Гречина направлено на новое судебное разбирательство со стадией подготовки судебного седания в том же суде, в том составе суда. Меру пресечения Гречина оставит прежний заключение по страже, установив ее срок действия до 16 октября 2016 года. Апелляционное постановление, вступая в законную силу с момента его права соглашений, может быть обжалован в конституционном порядке в президиуме Перского краевого суда. Сторонам разъясняю, что мотивированные судебные решения будут изготовлены уже завтра, и направлены всем заинтересованным лицам. На этом судебно себя не закончат, что это свидет. Татьяна Павловна, вы довольны решением? На данной статье, да, они частично недовольны тем, что не изменили меру пресечения, с учетом всех заболеваний, имеющихся у него. Находиться там еще пару лишних месяцев, то есть я считаю, что... То есть, по сути, вина человека не доказана, но вы под стражей оставались? Да, да. То есть раньше он же не был под стражей, он же был под списками везде. Я считаю, что у них основания оставляйте его под стражей.